Добрый день, я Мамуко Копарадзе, и я буду вести сегодняшнюю передачу в студии РАЯ. Сегодня мы будем говорить о разрешении конфликтов, точнее говоря, о трансформации конфликтов, то есть активность нашего общества, как участвует наше общество в этом процессе, какие контакты у него есть с представителями Абхазской и Южно-Ассетинской. Сегодня у нас в гостях Михаил Мерзиашвили, Центр стратегических исследований, руководитель Леван Герадзе, Многоканальный дипломатический институт, директор Инеза Цамая, генеральный секретарь Ассоциации фехтовальщиков в Абхазии, и Джамалула, вице-президент этой же ассоциации и главный тренер команды. Как известно, наши гости рассказывают о своих проектах касательно восстановления доверия и мира. Наша передача поддерживает программа КОБЕРМ, общая программа Европейского Союза и ООН. КОБЕРМ служит, то есть означает превенцию и раннее реагирование на конфликты. Давайте дадим первое слово господину Левану Герадзе. Леван, если можно, скажите, пожалуйста, в последние годы, какие проекты вы осуществляете, какой цели они служат и какие сферы представляют ваши партнеры. Все эти проекты имеют две основные цели. Первая – это узкопрофессиональная, например, экология, образование, различные темы, которые объединяют разных людей. И самое важное – это восстановление доверия между сторонами, которое происходит через сотрудничество и через разные методы и способы сотрудничества. Также речь идет о организации дискуссий на разные темы, осуществление учебных визитов, сотрудничество через новые проекты, перспективы, увиденные с разных мест и так далее и тому подобное. И, как я уже сказал, это направление узкопрофессиональное. И второе, самое главное – это восстановление доверия между разделенными частями общества. И на этой основе появление новой перспективы, которая, к сожалению, за последние годы постепенно теряется и однозначно нуждается во всех отношениях актуализации и реанимации. Вы имеете в виду это в абхазском направлении? Да, в абхазском направлении я в меньшей степени вовлечен с ханамальским направлением. Хотя знаю, что там тоже есть определенные проекты относительно культуры, масс-медиа, права человека. Хотя, как я уже, так сказать, вот, что касается абхазского направления, здесь я в большей степени знаю, что очень интересные проекты в плане образования, и годы они уже длятся. Проекты касаются экологии, инициативы молодежи, совместные инициативы, и это особенно интересно в том плане, что люди, которые занимаются разными делами, они преодолевают недопонимание, которое, естественно, имеет место после конфликта, и они уже потом превращаются не, скажем, в людей, которые представляют противобортовые стороны. Наоборот, они могут говорить на общем языке, вот, и это создает очень хорошее, так сказать, основание, вот, чтобы это проецировалось на остальную оставшуюся часть общества. Это ваше, так сказать, непосредственное проекты. Да, 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 да. Интересно было бы для зрителя узнать, где эти встречи имеют место, и что следует за этими проектами. То есть могут ли люди ознакомиться с этими проектами, исследованиями, или только для ограниченного округа. Вы знаете, все это зависит от проекта. Некоторые действительно для узкого округа людей, которые потом транслируются в различные мероприятия и условия, а другие проекты открыты, а некоторые вообще не задаются целью проведения никаких исследований и прямо ориентированы на определенные мероприятия. Что касается места проведения, к сожалению, это не Абхазия и не остальное Грузия. Мы вынуждены встречаться где-то в третьих странах традиционно. Это любое место там, где, так сказать, представители абхазской стороны могут приехать с своими действующими паспортами. Это Армения, Белоруссия, европейские страны, Турция и так далее. А перед тем, как мы перейдем на следующие проекты, давайте послушаем Ниноги Лашвили, нашего журналиста, который ознакомит нас с дайджестом новостей, которые нам передали наши коллеги Сухоми Ценвале. Добрый день, медиа-мониторинг студии РЭМ подтверждает, что грузинская сторона в меньшей степени освещает новости Сухоми и Ценвале, и мы пытаемся заполнять этот вакуум за последний месяц. То есть о тех событиях, которые развивались за последний месяц, мы получаем репортажи от наших абхазских и цитинских коллег, мы ценим это сотрудничество, и дайджест предлагаем с прямым переводом без изменений. Давайте начнем с Абхазии и посмотрим, что выбрал наш абхазский коллега специально для зрителей студии РЭМ. 8 августа президент России Владимир Путин прибыл в Абхазию с рабочим визитом и встретился с президентом в Абхазии Раулем Хаджимба. Встреча двух президентов прошла в Питсунде. В ходе этой встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в области Организации страхования граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Это соглашение позволит российским гражданам, живущим в Абхазии, получать медицинское страхование в России и пользоваться медицинской помощью в Абхазии. Это соглашение позволит российским гражданам, живущим в Абхазии, получать медицинское страхование в России и пользоваться медицинской помощью. Президенты также обсудили и другие вопросы, касающиеся различных аспектов сотрудничества двух стран. Это уже четвертый визит Путина в Абхазию. В 2009 и 2011 годах он посещал страну в качестве премьер-министра в России, а в качестве президента он впервые посетил Абхазию в 2013 году. К одним государственного флага Абхазии в Сухуми 23 июля на набережной Махаджира прошел благотворительный забег «Бежим за смыслом». Основная цель акции – это сбор денежных средств, а взносов участников, которые будут направлены на помощь детям, подопечным одного из благотворительных фондов Абхазии, которые будут направлены на помощь детям, подопечным одного из благотворительных фондов Абхазии. Мероприятие организовали послы доброй воли Абхазии совместно со столичной администрацией. По информации организаторов, в забеге приняли участие 323 человека, среди которых были как взрослые, так и дети. В завершении акции все участники и гости принесли абхазский флаг вдоль набережной столицы, который был возведен у гостиницы «Абхазия». Со 2 по 10 августа в Сухуме в рамках 14-го международного фестиваля «Абхазия Олпен» проходил шахматный турнир «Сухум Олпен-2017». В турнире принимали участие более 100 шахматистов из различных районов Абхазии и России. Более 100 шахматистов из различных районов Абхазии и России. Самому младшему участнику 5 лет, а самому старшему – 77. Фестиваль «Абхазия Олпен-2017» проходил в четырех городах республики – Гудаути, Сухуми, Гагри и Ачамчири – на протяжении всего лета. 7 августа в Сухуме прошел музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашай». Открытие фестиваля прошло в Москве, в Театре Станиславского и Мировича Данченко, а абхазская часть фестиваля – в Абхазском драматическом театре. В этом году в фестивале приняли участие Московский каменный оркестр «Музика Вива» под управлением дирижера Фабио Мастранджело, а также гостей «Хибла Герзмава». Фестиваль в Абхазии проходил всего один день, и желающих попасть на него было очень много, поэтому организаторы фестиваля установили специальный экран у драм-театра, где велась прямая трансляция. В городе Гагра впервые за 25 лет открылась секция по фехтованию. Сегодня в городе Гагра у подрастающего поколения появилась возможность изучить этот вид спорта и вступить в секцию. Открытие секции по фехтованию – это давняя мечта ныне покойного председателя комитета по спорту администрации Гагрского района Джамала Анкваб, который в свое время был известным фехтовальщиком Абхазии. 7 сентября состоялось официальное открытие секции по фехтованию в Гагрской средней школе номер 2. Координатор проекта по фехтованию на нуле Кабба также рассказала о дальнейших планах по развитию данного вида спорта. Нам надо сделать чемпионат, это будет, конечно, но опять же таки дети между собой. Мы должны обязательно Розу и Родионовну Джологу вспомнить. Это вообще история нашего города. И тем более связанность с этим видом спорта – это все ее заслуга. Ну, дай бог, у нас получится. И все, кто нам помогал, и особенно этой организацией Кабером, огромное спасибо за их участие и что они нам такую помощь оказали. В рамках благодоворительной программы «Дети Кавказа» председатель международной организации Кабером Ирина Лизек снабдила зал оборудованием и формой. На сегодняшний день около 10 ребятишек изъявили желание заниматься фехтованием. Вы только что видели дайджест из Абхазии, который нам передал, подготовил для нас наш абхазский коллега. А теперь давайте ознакомимся с событиями, которые развивались в Цхенвале. Также предлагаем с прямым переводом без изменений, смотря на то, что в ряде вопросов в студии разлетургая точка зрения. Сегодня государство Алании отмечает одну из самых важных дат в своей истории. 26 августа 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости Южной Осетии. Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. После признания перед республикой открылись новые возможности для развития. Мы помним, каким непростым был путь к этому дню великого национального торжества. Непреклонная воля, неизгибаемая стойкость, беспримерное мужество и массовый героизм, проявленные нашим народом при защите Отечества, стали залогом нашей победы. На торжества в нашу республику приехали делегации из Братских республик, Донецкой Народной Республики, Приднестровско-Молдавской Республики, Карачаева-Черкесии и многих других. Торжественное собрание завершилось праздничным концертом перед парламентом. Более 20 гектаров полей Знаурского района были охвачены огнем. На место пожара приехали два пожарных расчета. Однако площадь возгораний достигла таких масштабов, что пожарные не справлялись. На помощь пожарным были вызваны и сотрудники ЖКХ Знаурского района, которые подвозили воду. Кроме того, с помощью тракторов вырыли противопожарные рвы, чтобы помешать огню распространяться еще дальше. Основная причина возгорания, как и в большинстве случаев, человеческий фактор. Участники масштабного международного этнопроекта «Аланский след» получили паспорта государства Аланя. Средний возраст владельцев новых паспортов наших соотечественников составляет от 20 до 30 лет. В рамках программы «Этнолагерь-2017» они получили возможность ознакомиться с достопримечательностями, посетить исторические и памятные места. Мы живем в Турции. Стараемся соблюдать остинские обычаи и сохранить их. Научиться родному остинскому языку. Я рада, что у меня появилась возможность приезжать в Южную Осетию по остинскому паспорту. Сегодня состоялась ежегодная республиканская конференция работников сферы образования. Обсуждалось дальнейшее развитие системы образования. В своем докладе министр образования Наталья Гассиева информировала о принятии и вступлении в силу закона об образовании, подчеркнув, что по необходимости в документ будут вноситься поправки. Министр рассказала о достижениях и одной из главных подписаний межправительственного соглашения между министрами образования Южной Осетии и России о взаимном признании дипломов. Наталья Гассиева подчеркнула, что система образования переходит на новые стандарты обучения и в 2017-2018 учебном году школы Ленингорского района поэтапно будут переходить на стандарты образования. То есть, помимо изучения и преподавания предметов на грузинском языке, дети в равной степени будут изучать государственные языки – осетинский и русский. В районе села Эркнет состоялась 80-я встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на территориях, прилегающих к государственной границе Республики Южной Осетии с Грузией. Подниматься в целый ряд других вопросов, в частности, вопрос обсуждения, вопрос прохождения государственных границ между Республикой Южной Осетии с Грузией. Грузинская сторона подняла действительно вопрос обучения в школах Ленингорского района, ибо у нас нет Ахалгорского района, у нас есть Ленингорский район. Мы им дали подробные разъяснения о том, что никакого запрета ни для кого изучать свой язык нет. Ни о каком запрете речи не идет. Речь идет только о том, чтобы перевести школы Ленингорского района в общую систему образования Республики Южная Осетия. 30 августа в Южной Осетии, как и во всем мире, отмечают Международный день пропавших без вести. В нашей Республике без вести пропавшими числятся более 150 человек. Гуманитарная организация Международный комитет Красного Креста в рамках своего мандата занимается оказанием помощи семья пропавших без вести и выяснением судьбы исчезнувших. Ежегодно в памятный день проводятся различные мероприятия. В этом году был организован круглый стол с участием семей без вести пропавших, государственных и общественных деятелей. Три года назад Международный комитет Красного Креста выпустил книгу «Воспоминания длиною в жизнь», инициаторами которой выступили семьи пропавших. На круглом столе был представлен фильм, посвященный созданию книги. В этом году книга была выпущена на стенском языке. Также была представлена традиционная ежегодная фотовыставка, часть из работ которой представлена и в книге. Таковы были события за последний месяц в Цхенвале и Сухоме. Дальше за следующий месяц мы будем предлагать вам следующие передачи. Только что мы увидели события за прошедший месяц из Абхазии, из Южной Осетии, которые подготовили наши коллеги. Сейчас давайте перейдем на тот интересный проект, который вторично освещаем. Это спортивные игры «Дети Кавказа». Проект, который поддержан Кабармом и участники. Вы, господин Зурабе и Энеза. Вы здесь. И здесь есть дети, которые участвуют в проекте. И у них была возможность провести обучение в Вереване вместе с абхазскими детьми, в Валане с осетинскими детьми. И я знаю, что есть еще интересные тренировки и обучение. У них была такая возможность. А также участвовали в турнире. Было ли это продолжение той части, и довольны ли вы развитием событий? Наш проект носит пилотный характер. Я также отмечал, а еще тогда, это, наверное, первый, может быть, не первый случай, но они часто происходят, когда в неправильственном секторе участвует спортивная организация. Это редкий случай. И в плане финансирования со стороны международных организаций. И потом большое спасибо Кабарму, потому что это дало нам возможность нашей организации, то есть Ассоциации фехтования Абхазии, не то что и только участвовать в соревнованиях, а также работать в плане, так сказать, повышения осведомленности. И это очень важно, конечно, ориентировано на становление доверия в мир. Сотрудничество — это болезненный вопрос, но мы стараемся делать все, что мы можем делать. Вы видели сюжет, что Кабарму, то есть программа помогла Абхазской стороне. Вот в Гагре открылась школа, которая обучает молодых людей фехтование. Это большое счастье для нас, потому что мы это поколение, которые вместе занимались фехтованием в Гагре, и госпожа Роза Джулоку, к сожалению, ее с нами сегодня нету. Но, то есть, так сказать, вот ее заслуга, что фехтование было спорт номер один в Гагре. Это очень было развито. И вот, в принципе, в основном были грузины. Вот я искал, в принципе, абхазские фехтовальщики. Оказывается, у них были в основном грузины, потом и армяне, и абхазы, и русские. Много было, так сказать, абхазов, фехтовальщиков. Там Москакулия среди них, который создал второй клуб, Джумалан Куаба, который был назван так же. Ну, то есть, там Москакулия, вот, один из учеников, вот, Розы, Джулокуам. А вот сейчас только восстановилось фехтование в Гагре, да? Да, только чтобы было восстановлено, но, конечно, вот, большая заслуга тех фехтовальщиков, которые живут в Гагре, это как болезнь, как бацилла. То есть, когда ты занимаешься фехтованием, ты хочешь, чтобы оно было везде. Большое спасибо Каберму, но я знаю, что и Абхазы тоже очень довольны этим, потому что, если бы не Каберма, того не было, если бы не эта инициатива, то есть, конечно, обязательно нуждалась материальная помощь, но это, к счастью, было сделано. А каково было тренерам работать с детьми? И, как я знаю, вот, некоторые, некоторые из них в первую взяли в руку, вот, вот, рапьеру, да? Это было интересно фехтование, конечно, специфический спорт и продолжение тех традиций, которые за долгие годы складывались. Вот, к сожалению, 25 лет было, вот, так сказать, провал. Вот, а сейчас и дети подружились, познакомились друг с другом. У некоторых даже есть переписка между собой. А что касается результатов, ну, я думаю, что время покажет. А, кстати, вот, вот, мой Итамазо, ученик, который начал фехтование, то есть, который, наверное, должен был начать, Джамалангар, к сожалению, он скончался. А Юра Орлов, такого человека, и, то есть, вы и в будущем, так сказать, вот, планируете тренировки? Может быть, и сюда их пригласите? Как раз я хотел сказать, в шестой год уже проводим Кубок Абхазии, где, как минимум, 7-8, представители 7-8 стран участвуют, из европейских стран, из Владикавказа также. То есть, они каждый год, уже шестой год приезжают. Да, это очень сложный вопрос, Кабарова это прекрасно знает. Потому было, вот, сложно, то есть, отношения сложно складывались между спортсменами из-за политики, вот, и сложно, конечно, так сказать, иметь отношения в рамках тех турниров, которые имеют, носят официальный характер. И нам удалось то, что с помощью нашего проекта мы нашли путь отношений между спортсменами. В первую очередь, это спортивные сборы. Это не представляет, так сказать, вот, особенного турнира. И, исходя из этого, возможно передавать знания. И нам удалось проведение турнира. Мы придумали новое правило, опять, в плане неправительственного сектора, где речь не идет о странах или о символике. Это как бы турнир городов, то есть, например, гагринские беженцы, схинвали, они могут состязаться друг с другом, может быть, это и беженцы, и не беженцы, и так далее, то есть, города и так далее. И как раз такой эксперимент мы провели, где также присутствовало и, так сказать, гендерное равноправие, и возраст не имел значения. Хотя мы пытались, как бы, так сказать, вот, сводить люди с одинаковым опытом, и как и до Конституции, то есть, как бы, во второй пункт по правым человекам мы от всех отказались, и только мы говорили, что если спортсмен, то можешь принять участие. Главное, то есть, надо быть либо гагринцем, пилицем, батумчанином, ереванцем, бакинцем и так далее. В общем, провели такой турнир, и получилось очень интересно. Господин Зураб был основным организатором. Да, у нас получилось семь городов Руставе, Батуми, Кутаиси, Сухуми, Гагра и Пилиси. Да, вот. И сейчас они многие ваши ли ознакомят с рубрикой о медиамониторинге в Абхазии и Южной Осетии. За последний месяц как грузинская, а также абхазская медиа доминировала темой войны. По информации нашего коллега из Сухуми, абхазская пресса пишет, что Грузия должна пересмотреть свои преступные действия в отношении Абхазии. 25 лет Грузия начала войну, чтобы уничтожить абхазские народы. 14 августа 1992 года войска Грузии вступили на абхазскую территорию. Это было начало активной фазы геноцида абхазского народа, который уже несколько десятилетий продолжается в разных формах, пишет информационное агентство Абсни пресс. Вспоминание этих кровавых событий надолго останется в памяти следующего, будущего поколения, как жестокий акт агрессии Грузии, который направлен на тотальное уничтожение абхазского народа. Этот день всегда будет напоминать нам, что невозможно доверять Грузии, которая до сих пор не подписала соглашение о ненападении. В августе внимание грузинской медиа было направлено на тему паспортизации. Жители Абхазии оказались перед ультиматумом. Жители, те, которые хотят жить в Абхазии, не должны получить так называемые паспорта или разрешение на проживание, которое ограничивает участие в политической жизни и также право владеть имуществом в Абхазии. В связи с 25-летним началом появления в Абхазии, пилились на площади героев, политики возложили цветы к мемориалу героев. Саявление распространил премьер-министр Георгий Квирикашвили. По его словам, 25 лет назад мы не смогли избежать протоубийственной войны. Кровопролитие, которое началось между нами нашими абхазскими братьями, принесло нам тяжелые последствия. Россия будет подставлять военную технику в Абхазию. По словам, по информации Министерства обороны России, соответствующая работа между сторонами продолжается в рамках стратегического соглашения, которое было заключено между сторонами. Деликация де-факто правительства Абхазии по приглашению сирийского правительства посетила Дамаск. Цель – участвовать в международной выставке в Дамаске. В 2018 году Конифа планирует проведение так называемого чемпионата мира. На сегодня это все. Мы будем продолжать мониторинг прессы и ознакомимся с результатами следующей передачи. Всего вам доброго! Мы вернулись в нашу студию и хочу попросить Михаила Мерзиашвили. У меня и у Михаила большой опыт. С 1997-1998 года мы участвуем в грузино-абхазском, грузино-сетинских проектах вместе. Мы даже сняли несколько документальных фильмов. У нас была возможность вместе путешествовать в Абхазию, а также в Цхенвале. И мы... В принципе, это было хорошее время, удобное время в плане отношений с абхазцами. Они даже были ни разу... То есть не только мы к ним приезжали, но сегодня ситуация уже по-другому развивается. Вот вы, так сказать, опасаетесь идентифицировать ваших партнеров, а также не можем называть фамилии тех абхазских коллег, абхазинских коллег, которые с нами сотрудничают. Я хочу спросить, Михаила, что это такое, чем это вызвано, и куда эта динамика, и почему направляется? То есть, как уже в новом ранге, как эксперта. Спасибо большое. В первую очередь, я хочу сказать нашим гостям и детям, они продолжают это интересное дело, которое называется восстановление доверия, то есть, вместе с людьми, от которых мы просто отделены о линии конфликта. А что касается изменения ситуации, я ничего нового не скажу. Изменение ситуации в плане восстановления доверия. Это случилось в 2008 году, когда вначале было военное противостояние, а потом Россия признала эти два региона как независимые страны. И еще важнее в этом изменении ситуации было то, что Россия, так сказать, расположила свои силы вдоль разделительной линии, и это изменило две вещи. Если тогда более или менее разделительная линия была более прозрачная и легче было пересекать эти отношения более-менее легко устанавливались между людьми, сейчас это сложнее стало. Кроме того, не секрет, что эти отношения, имея в виду проекты по установленным довериям, в основном происходило при поддержке западных фондов, это были не государственные государственные фонды, но в целом западные фонды. Но ничего плохого в этом нет. Да, ничего, конечно, плохого в этом нет, просто я говорю, это тоже как факт отмечаю, но, к сожалению, с тех пор, более, как так сказать, четко выделилось противостояние между Россией и Западом, и это больше всего выделилось в виде конфликта между Россией и Украиной, и действия абхазов были ограничены, наши коллеги из гражданского сектора, то есть у них поддержки для деятельности стало меньше, я имею в виду гражданский сектор, и это тоже, так сказать, большое влияние оказало на отношениях, хотя, как это сказать, по вопросу восстановления доверия во всем этом отрицателе можно увидеть положительнее, то есть из-за того, что отчасти нет в реальности реальные угрозы с грузинской стороны, так сказать, от военных действий, то есть в обоих обществах, то есть и в Абхазии, и в Южной Осетии, то есть было снято, так сказать, был снят фактор страха, то есть в плане безопасности, и в определенной степени это, так сказать, ослабило имидж врага, хотя эксплуатация образа врага продолжается, и один из примеров как раз вот постоянно муссируется слухи, что несмотря на то, что они, так сказать, вот защищены то есть в российской армии от агрессии со стороны Грузии, но все-таки не до конца, так сказать, вот так сказать, сложилось вот это чувство безопасности, поскольку у них нету документов о нападении, хотя, если будем говорить о документе, я должен сказать, что такое документ, существует, такой международный документ, например, в рамках ассоциативного соглашения, то есть что я хочу сказать, что международные документы есть, по которым у Грузии есть обязательства, то есть улаживать в обоих регионах конфликт без применения силы, а Ливан, вот это, так сказать, обострение, вот так сказать, вот рост степени, вот это обострение, можем ли мы что-то сделать, что-то не от нас или это зависит, я бы не сказал, что эта степень, так сказать, выросла, если мы раньше месяцами ждали новостей из Абхазии и Южной Сети, а потому что раньше единственная компания со средствами коммуникации, когда кто-то едет и давай передам письмо, сейчас есть современные средства, телефонные, компьютеры, и это, так сказать, дает возможность более эффективно быстрая коммуникация, я имею в виду отчуждение от нас, я как раз так, и это имею в виду, то есть отчуждения не было из-за того, что наоборот, наоборот, то есть появилось большее средство для коммуникации, так сказать, активизировалась коммуникация со стороны тех сил, то есть которые пытаются, чтобы не допускать это, то есть повысила степень мобилизации, то есть степень мобилизации тех людей, проблема не в технологиях, сейчас просто технологии дали нам возможность, так сказать, ускорить сближение, и чтобы не дать возможности технологиям и тем естественным процессам сближения, так сказать, вот создание образа врага, эксплуатация такой ситуации, то есть против восстановления доверия, это более активно используется, то есть раньше не было такой необходимости, потому что возможности коммуникации не было сегодня, такая возможность есть, и они пользуются всеми силами, чтобы эту коммуникацию подавлять, это видно и в их прессе, то есть муссироваться тема безопасности, речь идет о том, что разума снять этого соглашения, необходимо, чтобы российская армия была здесь, и спасибо российской федерации за признание и подчеркивание, что если бы не Россия, Грузия, то есть пропаганда, да, действует, да, агитационно-пропагандистская машина, которая активизировалась, потому что начались позитивные сдвиги, и эти сдвиги были действительно зримы, а я не вижу ничего особенного, так сказать, дополнительного, скажем, дополнительного негатива, общества не было, просто это был естественный процесс, что молодые люди этого поколения, у них нет, так сказать, опыта, так сказать, опыта, и то есть это поколение, у которого есть, так сказать, позитивный опыт, это всего лишь естественный процесс, это большая угроза для тех сил, а в осложнении отношений, я имею ввиду, что, то есть до 2008 года это было очень заметно, скорее всего, до 2006 года, когда ситуация обострилась между российско-кубинской стороной, то есть Абхазы, так сказать, вот, коммуницировали с нами, они сюда приезжали, они стеснялись обратно поехать в Абхазию и сказать, что они встречались с грузинами, они не стеснялись приглашать грузин туда, и сюда они приезжали, но сегодня об этом даже мечтать нельзя, это то, что последовало за появлением позитивных тенденций между сторонами. Да, в начале 2000-х позитива появился между сторонами, то, что вы говорите, это как раз реакция на этот позитив, чтобы не допускать, не допустить вот такие позитивные тенденции, а кто ограничил те силы, те силы, те субъекты, которых не устраивает, так сказать, уложение конфликтов, и они то есть делают все, чтобы сегодняшняя обстановка не транслировалась позитивной динамикой. Прямо хотите вот что я назвал? Ну, во всей Российской Федерации сепаратической настроенной силой, это не ново. Левом, знаете, нас смотрят зрители, просто и зрители интересны ваши соображения, почему меняется динамика, в этой усложнившейся динамике, какие перспективы, как вы думаете, в будущем, то есть можно ли сделать больше? Я вернусь к Южной Осетии, то есть продолжение нашего проекта касательно установления спортивной связи и установления доверия, конечно, это было очень сложным вопросом, но все-таки мы смогли подключить разные спортивные направления, например, атлетика, карате, фехтование, частично, и наши отношения не ограничивались только спортивными мероприятиями, то есть это были тренинги по установлению доверия, интересные спектакли были поставлены и в этих отношениях очень так хорошо открылась молодежи, видели, что для молодежи очень легко устанавливать отношения, они заново начинают свои отношения и наше внутреннее доверие кавказское в принципе это и есть, у нас одни те же единии традиции и отношения легко устанавливаются, у них нет опыта войны, то есть нам приходилось нашему поколению говорить о том, что с нами случилось, но они чисто начинают отношения, я хочу сказать, что эти отношения для нас были важны и в обоих проектах, как в плане в Абхазии, в плане Южной Осетии, большое спасибо, и как вы думаете, я повторю вопрос, в будущем этот опыт облегчит вам отношения, вот сейчас как контакты между вами и Абхазами развиваются, я понимаю ваш вопрос, я хочу сказать, что с моей точки зрения, каждое доброе дело это добро и это обязательно даст нам результат, это действительно так, отношения, которые сложились между нами, они долгосрочные на самом деле, это вот коммуникация, то есть, о которой Леван уже упомянул, это уже есть, мы хотим общаться друг с другом, не обязательно в Грузии, мы готовы встречаться где-то в нейтральной стране, мы договорим, потому что позиции действительно есть, есть доверие, они понимают, что нету в Агрессии, одна женщина сказала, что хотела бы, чтобы все Абхазы приехали в Пелисию, чтобы видеть, что большинство людей этого нет, да, я знаю, что и в нашем обществе нужно работать много, чтобы изменить вот эти оставшиеся стереотипы, будем называть это или плохой опыт, то есть жизненная боль, которая есть, здесь нужно поработать, конечно, но мы должны смотреть будущее, политика должна быть другой, и реалия, которая действительно есть, которая действительно изменила положение, которое в Грузии было, вот я имею в виду один-другой регион, это, наверное, надо пересмотреть, совершенно свежие взгляды нужно посмотреть, и мы должны суметь найти этот путь, который, наверное, даст нам возможность вместе с восстановлением доверия, также, так сказать, восстанавливать другие отношения и вернуть как бы друг к другу. Михаил, а что наше общество сегодня может сделать, или правительство, вот, или общество, можем ли мы сделать какой-то, совершить прорыв в этой сложной геополитической обстановке? Вы знаете, вот здесь тоже, вот, был разговор о каких-то путях, как вам известно, эти конфликты немногослойные, и, соответственно, разрешение конфликтов должно происходить на разных уровнях, этнополитический конфликт, вопрос статуса и так далее, и тому подобное. Да, финансовые вопросы. В принципе, надо сказать, что возможности не очень широкие, но все-таки в достаточной степени есть возможности, разновозможности наше общество, наверное, может, как было сказано, работать над собой. Да, в нашем обществе очень много стереотипов, которые нужно преодолеть, и наше государство осуществляет проекты. Вы знаете, что эти проекты в какой-то степени направлены на восстановление доверия, имея в виду проекты в травоохранении, образовании, но здесь тоже очень много, то есть, если мы возьмем ассоциативное соглашение в отношении с Европой, здесь тоже много перспектив хотя бы взять безвизовые сообщения, расширение экономических отношений, и, как это сказать, вот, и, так сказать, проникновение европейской технологии к нам. Я несколько раз исследовал такие вопросы, например, что мешает скажем, экономическим отношениям в Грузии с этим регионами. Все почему-то вспоминают закон об оккупации, но если возьмем экономические отношения, оказалось, что наоборот закон допускает, что, например, если это служит восстановлению доверия и о человеческим отношениям, то грузинское правительство есть право допустить с этим регионами экономические отношения, несмотря на то, что закон это запрещает, но этому мешают и другие законы, например, так сказать, вот налоговый кодекс, например, продукция из Абхазии будет продаваться в Пелеси или в Кутаиси, например, в магазинах. Хочу сказать, что для этих экономических отношений надо, так сказать, внести изменения в другие законы. Я вижу, что какие-то шаги в это направление делаются, например, обнадеживают, так сказать, пример, вот программы этого хранения, которые профинансированы в том числе бюджетом Грузии, из бюджета Грузии, то есть в эту программу подключаются люди с этих территорий и часто у них нет тех документов, которые у нас признаны, но несмотря на это есть механизмы разработанные, то есть происходит идентификация личности и в рамках нашей государственной программы они получают услуги здравоохранения. Эта практика показывает, что, например, чтобы преодолеть экономические отношения, экономические проблемы, есть потенциал и среди них в плане, так сказать, идентификации, документации и так далее, такая проблема есть в сфере образования, например, когда по грузинским программам, в том числе программа, образовательная программа, которая финансируется с бюджета Грузии, работает эта программа. Сначала вот проанонсировано было, частичная работа, частично есть проблемы, делаются шаги, например, в плане например, признание, скажем, аттестатов, например, аттестат, закончившего, скажем, в школу в Сухуми, это требует определенных шагов. Эти проблемы, я думаю, что можно преодолеть, на мой взгляд, и в таком случае, я думаю, что Грузия как государство может поступать более смело в этих шагах. А там, что происходит для вам, в каком положении общества в сегодняшней сложной геополитической обстановке, то есть, какое давление оказывается на них, что мешает им в большей степени интегрироваться с нами, если они заинтересованы в этом, и это выход для них. Вот, что мы сказали, то есть, они всячески мешают восстановлению доверия, восчисление таких подобных проектов, появлению позитива, потому что они хорошо видят, что любой контакт, который несет перспективы позитива с грузинской стороны, то есть, угрожает этому положению и требует изменения этого положения, которое установилось там. изменения всегда носят дискомфорт для правящих классов, это для всех хорошо известно, и те изменения, которые могут создать дискомфорт, как говорят русские, это воспринимается все-таки, а выход есть, ресурсы есть, да, есть ресурсы, выход есть, и естественный процесс, что все это, о чем мы говорим, могут помешать, может и помешать, временно, но в конечном итоге это не сможет до конца остановить, потому что колесо истории крутится, и в итоге развитие придет к тому, к чему оно должно прийти, какие-то процессы это могут замедлить, какие-то могут ускорить, но помешать не смогут, может быть, это поведет в другом направлении, требует работы, особенно с тем общества, которые живут там, в основном очень активно нужно работать с нашими соседями, то есть с академическими и научными округами, должны появляться новые альтернативы в Абхазском, то есть для населения, живущих в Абхазском, на Церновальском реке, не должно быть выбор, то есть Грузия или Россия, должен быть широкий выбор, и выбор, чтобы они вместе с Грузией увидеть какие-то будущие перспективы, например, я никогда не говорил с ними о территориальной, в основном территориальной целостности, со своей стороны они не говорят о независимой Абхазии, мы пытаемся как-то вот найти общие перспективы, и на основе этой перспективы, то есть увидеть, увидеть контуры, так сказать, разрешения конфликта, хотя мы изначально говорим, все равно не знаем, что будет в плане разрешения конфликта, например, я говорю, если хорошо будет, если мы найдем наше место под общеевропейским зонтиком, и какие-то правовые, скажем, рамки, они против, нет, они не выражают однозначного, так сказать, однозначно не выражают, а им нравится такая перспектива очень, хотя говорят, что это может нести какую-то угрозу сегодняшнее положение, эти тех сил, которые там управляют положениями, исходя из этого, сложно будет об этом говорить открыто, хотя перспектива для них интересна, интересный, рода, который грузинское государство накопило в плане, скажем, борьбы с коррупцией, наркоманией, или в целом, скажем, установлением порядка и во многих разных направлениях, и это может быть привлекательным опытом, и действительно это может вписать в актив наших отношений как одна из перспектив и возможность разделения всего позитивного, которое накопилось в нашем обществе. Как раз на это позитивном настроении я хочу закончить нашу сегодняшнюю дискуссию. Я думаю, что интересный разговор у нас получился. Большое спасибо. Зрителю напомню, что через некоторое время мы опять увидимся и предложим новые проекты, ознакомимся с новостями на грузино-абхазских и грузино-ассетинских отношениях в рамках гражданского диалога. Большое спасибо, всего доброго. И бима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова